Сергей Сергеевич, здравствуйте! Очень рада с вами встретиться в вашей гостеприимной спортивной атмосфере и начну беседу, пожалуй, с тех соревнований, с которых вы не так давно вернулись и победили в них. Это соревнования по универсальному бою. Расскажите нашим телезрителям, что такое вообще универсальный бой и какой ценой далась победа. Здравствуйте! Да, я 6 ноября вернулся с чемпионата мира по универсальному бою, который проводился в городе Волгоград. Универсальный бой – это служебно-прикладной вид спорта, отечественный вид спорта. Он основан был в России, основан олимпийским чемпионом под дзюдо Новиковым Сергеем Петровичем. Сам он включает в себя прохождение полосы препятствий с несколькими рубежами, преодоление препятствий, есть рубеж стрельбы, рубеж метания ножа и несколько видов препятствий. И после прохождения этой полосы соперники допускаются в ринг к проведению поединка. И, соответственно, учитываются баллы и по полосе препятствий, и уже непосредственно по результатам поединка. То есть там может быть чистая победа, а может быть результат и выигрыш по баллам. Так каково вам было стать победителем? Тяжело удалось, легко удалось. Я так понимаю, что участники – это представители силовых структур различных, спортсмены из различных ведомств. Да, силовые структуры, конечно, там представлены наиболее широко, но там не обязательно именно быть силовых структур. Там очень много и гражданских спортсменов участвуют. Участников в этом году было много. 25 стран и две непризванных республики. В целом по протоколу 400 человек участвовало. Ну, естественно, там в категориях в отдельных поменьше. Там деление на девушек, мужчин и на категории по весу. Ну, как вам ответить? Когда выигрываешь, легко удалось, если бы проиграл тяжело. На самом деле были поединки, выступал. То есть нельзя сказать, что удалось легко, требовалось. Но подготовка, тренировки все равно дают результат итоговый. Вы начинали с самбо. Почему именно единоборство когда-то в детстве выбрали? И почему по этому пути продолжаете идти столько много лет уже? На самом деле, изначально я занимался вообще легкой атлетикой. Мне очень нравилась легкая атлетика. Особенно легкотлическая многоборья. Я неплохо бегал короткие дистанции. У меня высокие силовые показатели. Хорошо прыгал в длину, высоту. А почему единоборство? Потому что поступив в Венос-НУЗ, в приоритете всегда силовые виды спорта и виды единоборств. А мне с детства хотелось это попробовать. И будучи в хорошей физической форме в целом, я перешел в единоборство, где у меня достаточно быстро начали проявляться результаты. Поэтому единоборство. При этом у вас регалии, там список настолько внушительный, что я даже не все запомнила. Какими вы гордитесь больше всего, может быть? Какие для вас даже не гордитесь? Для вас наиболее кажутся ценными? Лично для вас. Слушайте, вы задали такой сложный вопрос. Я об этом не задумываюсь. Мне просто нравится, я занимаюсь, выступаю. Получается, я рад, не получается. Значит, делаю выводы и где-то стараюсь дотренироваться, усилить. При этом на самом деле не остановились. Дзюдо, универсальный бой. Совмещать все-таки это довольно сложно? Или если выбрали одну стезю, то уже, собственно, все это рядышком? Ну, они похожи. На, конечно, на таком профессионально высоком уровне разделение будет серьезное. Но в целом, как бы, виды спорта похожи, приемы используемые похожи, разница в определенных правилах. Поначалу сложно, но со временем привыкаешь, как бы, эту разницу вылавливаешь. Поэтому, в принципе, можно совмещать. При этом не могу не задать вопрос. Службу совмещать тренировки занимают, наверняка, чтобы выступать на определенном уровне, достаточно большое количество времени. Как удается совмещать службу? Совмещать сложно, но здесь, что хочется сказать, у нас и в целом, если брать нашу структуру, федеральную службу исполнения наказаний, и академию, и нашу кафедру, руководство идет навстречу. Потому что, действительно, тренировки много времени занимают, и поездки занимают какое-то время, и плюс есть рабочая нагрузка. Без поддержки руководства, конечно, это очень сложно сделать. При этом рабочая нагрузка, вы являетесь старшим преподавателем кафедры физической подготовки и спорта в академии. И как, допустим, курсанты относятся к тому, что у них титулованный преподаватель? Или, может быть, у вас особый подход к их тренировке? Или вы от них требуете того же высокого уровня планка у нас? Здесь, конечно, надо было бы спросить у курсантов, как они относятся ко мне. Но, в целом, я вообще не вижу никаких проблем. Мне кажется, что для некоторых курсантов это определенный стимул, когда они видят перед собой преподавателя. У нас очень многие не верят в себя, и курсанты, и вообще в целом молодые люди, в плане своих физических возможностей. И особенно не верят, что можно в каком-то возрасте, который для них еще кажется большим, можно показать результаты спортивные. Мне кажется, они здесь, когда видят перед собой примеры, они очень положительно к этому относятся и сами подтягиваются. Стереотипы ломаются однозначно. Ну, еще одна ваша грань в деятельности. Вы являетесь еще и тренером, и вас приглашают в качестве судьи на соревнования. То есть это вообще отдельное направление деятельности. Вот, допустим, что для вас на настоящий момент времени является, скажем так, любимой сферой? Тренерская деятельность, выступление самостоятельное или судить? Ну, любимая сфера, конечно, самостоятельное выступление. Но тренерская сфера и вообще преподавание мне всегда нравилось, нравится и сейчас. Мне очень интересно работать именно с людьми. А судейская сфера – это, ну, важная, конечно, сфера. Просто происходит период, когда уже твои собственные выступления рано или поздно закончатся. И, как бы, оставаясь в спорте, переходя в судейскую сферу, мы продолжаем, как бы, участвовать. Но уже в другой, немножко с другой стороны. Какие у вас, скажем так, спортивные планы на ближайшее будущее? Вернулись, конечно, не так давно с чемпионата России, но все же наверняка уже график будущих соревнований составлен в ваших личных. В моих личных, честно говоря, график пока не составлял, потому что конец года календарного и, в целом, как бы, конец спортивного сезона. Потому что единоборство, спортивный сезон начинается, как правило, с весны. Там начинаются чемпионаты России и идет подведение уже к осенним, к зиме соревнований. Но я думаю, что по универсальному бою в следующий год планирую участвовать во всех соревнованиях. И по возможности сейчас такую сферу осваиваю, как ветеранское движение. Поэтому принимаю участие в чемпионатах под дзидо и по самбо среди ветеранов. По своему, естественно, возрасту. И при этом вы нам тут приоткрыли секрет. Вы счастливый многодетный отец. Дети тоже в спорте будут ваши. Дело в том, что, зная многих спортсменов, которые прошли, скажем так, непростой путь, спорт – это все же такая стезя довольно тернистая, несмотря на то, что успех окрыляет. Но многие родители не желают своим детям, допустим, оказаться в том же самом. Вот вы как считаете, ваши дети станут спортсменами? Я немножко отвечу по-другому. Я постараюсь создать для своих детей возможности заниматься видами спорта. Они сами попробуют определиться, я думаю, какой им спорта понравится. Если их спортивная карьера устроит, то, конечно, у меня есть что подсказать и посоветовать. Если же они не будут, именно профессиональный спорт, не будут видеть его для себя в будущем, то буду всячески им помогать просто заниматься спортом, потому что это полезно. Это полезно для социализации, для здоровья, для воспитания в целом. Но если они не выберут спорт именно в качестве карьеры, то буду помогать им в том направлении, которое они выберут. На кафедре Академии ФСИН, где вы являетесь старшим преподавателем, насколько условия созданы для того, чтобы вы лично тренировались и тренировались своих подопечных? Можно об этом поговорить? Знаете, на кафедре у нас отличные условия созданы как для курсантов, чтобы они тренировались, так и для преподавателей, которые их тренируют, и для преподавателей, которые еще совмещают и сами тренируются. То есть у нас, конечно, в этом плане с работой мне повезло. Здесь у нас, ну еще раз уже ответил, отличные условия. При этом, допустим, будучи единоборцем, вы проходили полосу препятствий. Полоса препятствий вам наверняка тоже далась легко, потому что вы в прошлом легкоатлет. Или это не взаимосвязано? Полосе препятствий пришлось делить? Я думаю, что прямая взаимосвязь есть, и полоса препятствий у меня получается. Как бы это моя сильная сторона, если брать конкретно универсальный бой. А готовили здесь тоже, на базе Академии? Конкретно к этому чемпионату готовился здесь. Но вообще у нас есть возможность посещать сборы, и, как правило, сборы проводятся в оборудованных местах. То есть на кафедре у нас нет полосы препятствий. У нас материальная техническая база не позволяет ее здесь где-то обустроить. Но у нас есть полосы препятствий в других регионах. Например, в Калуге, и мы чаще всего ездим туда. В Рязанской области есть поляна. В общей сложности спорт в вашей жизни уже сколько лет? Мне кажется, всю мою сознательную жизнь. Потому что где-то лет семи я уже пытался заниматься спортом. Насколько это было возможно в моих условиях. Вы сам этого хотели? Или вас родители отводили? Расскажите немножко детские воспоминания по другим семьям. Знаете, мне недавно такой вопрос задали. Заставляли меня родители заниматься спортом. Я начал вспоминать. Мне очень сложно даже ответить на этот вопрос. Я всегда хотел заниматься спортом. Я, насколько я себя помню, с 6-летнего примерно возраста я уже пытался бегать, поднимать какие-то тяжести. И потом, когда я начал обучаться в школе, я ходил тренироваться на все секции, которые были в школе. Я последовательно после учебы оставался, и все, что было, я шел туда. Если был баскетбол, я шел на баскетбол, потом шел на лыжи, потом шел на футбол. И так все, что у нас было, я туда ходил. Домой возвращался часов 8 после школы. Родители, они всегда меня поддерживали. То есть, хочешь, ходи. Никогда не запрещали. Но и чтобы меня куда-то возили, такого тоже не было. То есть, я шел сам, занимался, нравилось, оставался, не нравилось, уходил. Собственно, ничего не изменилось, и спорт остается образом жизни с самого детства, да? Ну, в принципе, ничего не изменилось. И хотя мы выяснили в ходе беседы, что вы занимаетесь очень многими направлениями деятельности, как вы отдыхаете от этого всего? Вы знаете, конечно, очень люблю отдыхать, потому что свободного времени действительно мало. Ну, мой отдых, он сведен к моим пристрастиям с детства. Я вырос в сельской местности, поэтому мне нравится охота, активный отдых на природе, просто прогулки по лесу. Достаточно уже большое время увлекаюсь садоводством, но здесь у меня нет возможности в Рязани. А на родине, в саду отца, я большой сад развил, у меня больше 60 плодовых деревьев различных сортов. Но возможностей очень мало времени, потому что довольно далеко, плюс служба, плюс спорт, поэтому очень сложно это. Ну, вот такие интересы. Ну, а как вдохновение, это в вашей жизни все же присутствует? Всегда знаете, что можно отправить туда? Знаете, мне нравится результат. Мне всегда нравится результат. То есть на охоте можно принести добычу, в саду можно набрать урожай, поэтому мне очень, очень люблю получать какой-то результат. Спасибо, Сергей Сергеевич, за такую удивительную встречу. Я думаю, надеюсь, многих наших телезрителей в это непростое время ваш пример вдохновит. До свидания и новых вам успехов. Спасибо большое. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!